Справедливый вор в законе Маис Карапетян. Несмотря на непростой жизненный путь, незаконный образ жизни и резкий нрав, Маиса, или Маиса, потому что такой вариант армянского имени более точен, Автандиловича Карапетина чаще звали трогательным уменьшительно-ласкательным именем, Маисек. А прозвище ему было дано в честь родного города Кировакана, то есть Маисек Кироваканский. Однако биография его оказалась вовсе не трогательной, на его долю с юности и до смерти вследствие убийства, выпало много трудностей и жестокости. Причем пока законник был жив, подробности о себе он тщательно скрывал. Большая часть информации стала известна уже после его смерти благодаря родственникам и некоторым соратникам. Родился Маисек 6 мая 1969 года в уже упомянутом Кировакане, хотя сейчас этот городок в Армении переименован в Ванадзор. Интересно, что мальчишка из района Химзавод еще в школе имел наклонности к воровству. К примеру, был пойман на месте совершения мелкой магазинной кражи, но в силу детского возраста не суден, а поставленный учет в детской комнате милиции. Но в 14 лет, уже будучи старшеклассником, Маис снова попался на кражу в магазине, а для 14-летнего подростка в те годы это было всерьез наказуемо по закону. Так он стал обвиняемым в своей первой взрослой краже, судим в 1984 году и отправлен в исправительное учреждение для подростков, так называемую малолетку. Данный ему срок, почти два года, он провел там полностью, безо всяких смягчений условий приговора. Интересно то, что 15-16-летний подросток уже тогда сильно проникся воровскими идеями, так называемыми понятиями, и сумел заслужить вполне весомый авторитет в этой детской колонии. Он отстоял свою лидерскую позицию даже перед старшими по возрасту парнями и к моменту завершения срока стал настоящим криминальным авторитетом, фактически, 16-летним смотрящим по бараку. Выйди на свободу, Маис однозначно понял, что его стиль жизни – в воровском мире. Он посвятил в систему понятий своих друзей, а к 19-летнему возрасту сменил место жительства на столицу – Ереван. Там Маис селенаправленно стал завязывать знакомство с ворами в законе, желая влиться в их среду и получить определенный статус. Ему это удалось. Маису стал покровительствовать тогдашний смотрящий Гога Ереванский, а деятельность его стала заключаться в грабежах и кражах. Но скоро Армения стала ему тесна, и Маис Карапетян направился в Москву. Коронация Маиса Карапетина в Москву он прибыл не один, а с ереванскими соратниками и подельниками, и группировка там, кроме воровства, наладила сбыт автомобилей. Однако в 1992 году Маису не повезло, его задержали и осудили на два года, поскольку при нем были наркотики. Мнение в криминальном мире насчет того, подложили Карапетину наркотики или он их носил, потому что сам употреблял, разделились. Одни знавшие Маиса люди говорят, что он чтил воровские законы и не стал бы пачкаться о наркотике, особенно стремясь к воровской короне, а другие, что он действительно занимался наркотрафиком из Армении в Москву и сам употреблял наркотические вещества. Вообще, наркотики еще неоднократно всплывали в биографии Кирова-Канского, его задерживали и судили за дозу, носимую при себе. Сроки длительностью около года за наркотики он отсидел в 1995, 1996 и 1998 годах. И при том активно распространялись слухи, что именно Маис Карапетян наладил наркотрафик в Армению из Голландии и стран Латинской Америки. Один из самых невероятных и неподтвержденных слухов, о том, что Маисе Кирова-Канский был связан с самим Пабло Эскобаром, легендарным южноамериканским королем наркоторговли. Впрочем, никаких доказательств тому нет. Но вернемся к событиям 1994 года, тогда, после завершения очередной ходки, Маиса короновали. На тот момент армянская группировка воров нуждалась в новых лицах и деятельных лидерах, и глава Рёбк Маис Карапетян, к тому же идейно придерживавшийся понятий, был явно подходящей кандидатурой. Его крестным отцом стал Рудик Бакинский. Впрочем, впоследствии у него произошел конфликт с крестником, и их пути разошлись. Маиса Кирова-Канского считали склонным к вспыльчивости, но в целом справедливым и правильным вором. Он исправно отстегивал долю в общак, не жил чересчур роскошно и придерживался законов криминала. Стал крестным отцом для четырех воров в законе, хотя некоторые воры, наоборот, получили от него по шапке. Также Малва обвиняла его в заказных убийствах нескольких криминальных авторитетов, но это не доказанные факты, а лишь слухи, основанные на информации о конфликтах интересов. Неудачная сходка 18 июля 2001 года состоялось событие, которое, вероятно, могло стать причиной скоропостижной смерти законника. В подмосковном баре и отдых в этот день состоялась сходка, куда многие воры в законе были приглашены лично Карапетином. Но отдохнуть им не удалось. Нагрянул рубоп и последовали задержания, так как у нескольких криминальных авторитетов были найдены при себе наркотики. А вот Маис оказался при этом чист перед законом, и его не задержали. Отсюда, зародившееся у воровского сообщества подозрение, что информацию о сходке правоохранительные органы получили именно от Маиса. Хотя сам Киров Аканский, по близким к нему источникам, сразу начал поиск настоящего предателя и, возможно, так и предоставил бы оправдывающую себя информацию. Но он сделать этого не успел. Убийство вора и версия о виновниках 26 июля в 2001 году Маисек Киров Аканский вышел на Малую Бронную улицу в Москве, после вечера, проведенного в ресторане. С ним был его охранник, и направлялись они к автомобилю, принадлежавшему вору. В этот момент к ним подбежал человек, открывший стрельбу в упор из пистолета ТТ. Законник сразу получил ранение и упал, а охранник в тот момент был невооружен. Его оружие оставалось в стоящем неподалеку авто, но пока он рванулся за ним, киллер уже совершил контрольный выстрел в голову лежащего раненого Маиса. Далее убийца молниеносно сел в подъехавший за ним автомобиль и уехал с места преступления. Таковы факты, вследствие которых оборвалась жизнь выдающегося вора в законе Маиса Кирова-Канского. Кем был киллер вора и кто его нанял, установить не удалось. Среди версий, которые озвучивались, якобы это могла быть месть воров за то, что Маис мог сдать правоохранительным органам происходившего незадолго до убийства сходку. Другое предположение, что это убийство стало отголоском войны между Рудиком и Дедом Хасаном, что, впрочем, маловероятно, так как на тот момент конфликт был фактически исчерпан и явно не требовал кровавых дел, либо же у Маиса могли быть личные конфликты на почве передела объектов влияния.